У нас завтрак сегодня, 15 июля. Я хотел спросить, вы вот это у нас меню-то, вы пишете его или нет? На 11-е число еще постное, почему не пишете? Катерина, ты не считаешь, что это могла бы написать? Я говорил, писать абсолютно все. Сейчас обожди его. Еще 11-е, а сегодня 15-е. Плювар день не нахлынут, взял и написал. Вот смотрите, какой у нас обед, некоторые не знают. Пятница, постная. Мы смотрим, разрешается растительное масло или нет по уставу. Сегодня закрыли там православный лагерь Беркут. А другие отзываются, да какие они православные, не поста не соблюдали, там воевать-то учились. Вот видишь как. А это в каком городе? Да то, что на Рафамин, где там под Москвою. На Рафаминский район-то зачем бы разбирал. Вот сейчас, что у нас первое? Первое из чего было? Дена, ну назови. С растительным маслом. Зелень, зелень я вот сегодня готовил. Из 11 компонентов. Вот она зелень. А что такое компонент? Ну отдельно. Листья попали капусты. Листья свеклы. Листья двудомной крапивы. Листья одуванчика. Укроп. Щавель. Лук. Щеснок. Это что попало? Так, что у меня там еще было такое? Репей. Листья репья. Все это мелко режется. Толкут толкушкой. Превращают в такое. Массу. Вот она жирная очень. Прямо вся лосница. Раньше было ребятишкам дадут, а они там раз и где-то спрячут. Или уронят. А сейчас прямо в суп дают и нормально. Витаминами надо пропитать тело свое. Дежурно напротив этих каждого. Махнули рукой. Показал. Первое, второе. Вот видите, какой порядок. Никаких разговоров. Ни одного слова. Ну а если будет нарушать? У нас было нарушали. Вот скамейка, рядом с ней стоять надо. Вот она. Скамейка. У меня позапрошлом году, позапрошлом, нет, еще раньше, были мальчики, очень такие, как говорят, избыточный вес, то есть толстые. Я им предложил диету. Называется она галатийская диета. А какая галатийская? В галатийской стране был голод. И такой голод был, что родители детей выбрасывали на перекрестки улицы. Они умирали там при дорогах. Кто возьмет, кто нет. И был такой мальчик один, Климент, у него отец рано умер, а потом мать ему 12 лет было, и она умирала. И передала его богатой своей подруге Софии, Климент Анкирский, в честь которого назван наш православный лагерь, священно-мученик. За всю мировую историю никто столько не страдал, как он. У него не было ни одной части тела, которая ему принадлежала вначале. 29 лет его мучили. Насаживали на пейки, мечами пронзали, и он оставался живой. Там месяца еще указаны какие. Почти 30 лет. Сколько царей в это время умерло, правителей, он один оставался. И он собирал детей, когда 12 лет было, и кормил их. И приводил ко святому крещению. Это история, говорит. Он был казнен в 312 году. Но оставалось совсем-совсем рядом. Год один до воцарения Константина, которого называют равноапостольным. И вот мы называем галатийская система. Это два сухаря и компот. Вот ребята сами садились на этой скамейке, вот они обедали сами. Но если тебе трудно, садись за стол. Их никто не заставлял. Иные до конца выдержали, а оно неделю побыло и ушел. Помнишь, нет? Галатийская система. Давай спрашивай, что это. Да ничего, это не кремлевская. Сухарик. Два сухаря. И ничего больше не надо тебе. Ты подпитку только давай. У тебя начнет быстро от тебя уходить. Со мной в камере, когда я сидел, сидел Редькин Владимир Прокопьевич. Он замдиректора был. У него пузо было. Ну, примерно, ну как две подушки набитые под рубашкой. И вот мы сидели, и он уверовал. Стал молиться. И у него где-то неделю, через три полностью живот ушел. Сделался тощий. Он не ел. А там же смотрят в глазок, в дверь это, глядят за ним. И он сразу, чашку мы достали там, нам дали пустую. Он пустую чашку берет, над ней наклоняется, хлебает, как будто бы. А на самом деле нет. А с кашей, которая стоит у стола, внизу еще полочка. Столы все прикованные. И как только от окошечка там отойдут, от глазка, он тогда берет в туалет, спускает. Господи, прости, пускай рыбки едят. Вот день, два, три недели. Я говорю, Володя, ты хоть маленько поешь. Вот видишь, сегодня постный день, а я мошку съел. Залетело в рот. Разговариваю с вами много. Ну и придавил он этого мамону. Отец-то, знаете, да я его сокрушу. Кого ты сокрушишь? Мамону, мамону по животу себя бьет. Мы ходили, как, говорит, ездили там, пикник называется, рука под столом. Заметь, украиня, гляди. Рука под столом. Прям минута одна, и уже все забыто. Вытащите руки из-под стола. Под столом это кошкам, собакам. Не наклоняться. Сколько дней уже не могу привычить. Говорят, ничего не значит. Значит, значит, память развивать надо. И вот эта галатийская система, ну и взята от голодающей стране Галатии. Вот кто знает за собой избыточный вес, кто хочет на эту скамейку сесть, на эту диету, добровольно. О, вот правильно. Так, я скажу, можно нельзя. Просто нельзя, у тебя нормальный вес. И Вике не надо. Это Миша поднял руку? Тоже не надо. А я тебе не надо. Вот там один в углу сидит, юноша один. Егорушка звать его, ему это надо. Ну, Егор, покажи, на что ты способен. В обед сюда садись. Ни первого, ни второго нет. Только дается компот, кружка и два сухаря. А сухари будут носить тебе, подносить, ты сам выбирай, большой или маленький. Один святой, кажется, ели и говорил так. Я себя ограничивал, в кушин сухари ложил, с узким горлышком, но рука хватала много, вытащить не мог. А сосуд нельзя наклонять. Вот так ловят обезьян. Орехи туда кладут, а обезьяна захватила, а сосуд привязанный. Она не отпустит. Ну, ее и берут живьем. Она орет, вяжет, но не отпускает. Вот у многих людей точно так же. Еще зацепил, уже ни в жизнь не отдаст. Сидел один священник здесь, в тюрьме. Ну, как-то получилось, он там здание церковное себе, машину взял. Ну, меня позвал следователь, побеседуйте с ним, я побеседовал. Он согласился. Я все отдам, отдам, верну церкви. Николай Суртаев его, в Китманово. Я уж назову, чтобы не было голословно. Ну, я только ушел, он следователю говорит, ну, как же я отдам, это мое. Он говорит, вот такая психология советского человека. Уж захватил, назад не отдаст. А там в газете пропрещатано было. Вот смотри, что, это халбу дали сегодня и гречишный мед. Так. За гречишный мед помолитесь за рабу Божию Елену. Она дала много. Так, можно маленько побольше дать, если только хватит. Берите с чаем. Это из гречихи. Иные не знают, потеряя какие гречихи. Не из гречихи же брали-то раньше. Ну, и спрашивают, а как узнать? Очень просто. Я пригласил пчеловодов двоих, и они у меня отведали, говорят, самый настоящий гречишный мед. А другие стали говорить, да, это патока. Патока, знаете, что такое патока? Что такое патока? Ну, Виталий, не знаете. Кто знает, что такое патока? Вон, что-то там знает она или не знает. Руку поднимает. Софья с Марьей на двоих. Ну, патока, вот, узнаете когда-нибудь. Не буду вам говорить уже. Она похожа на это. Вот мы в Корчено учились, а у нас же ничего нет. Отец инвалид без руки. Десять ребятишек в семье. Десять. И мать с собой наварит. Сусло называлось. Сусло. Пророщенная пшеница. Она мелится. Доробится. И в печь в русской. Она там томится. Она очень вкусная и сладкая. А раз были пчелы, то... Так, махни рукой. Так, дежурный. Чай. Посмотри, чашка. Все, махнули. Вот как. И вот эта женщина, предприниматель, я говорил, она один год не могла дать сахару. Вот я ей пишу, мне надо что? Двенадцать мешков муки, допустим. Мы сами говорим. Она выполнит все. Бог дал ее. Сколько лет она ведет наш лагерь. Другая помогала ей, которая нынче погибла. Где-то на переезде или где поезд ударил ее. Валентина Николаевна Артемьевна Артеменко. Очень хорошая женщина. Под Новый год я зашел в одно предприятие для ребятишек купить пряников. А она меня первый раз видит. Она все их полезно, три тысячи сразу вынесла и отдала. Я говорю, да вы же не знаете, кому даете-то. Да я еще не вижу, что ли. Так можно же ошибиться. Нет, она к нам приезжала сюда. Вот эти платочки там, разные-разные шторки, это все она давала. Она торговала, даже как-то торговала, не подходит к ней. Она, кажется, взяла несколько девочек. Взяла не домой, а там на обеспечение свое. И полностью обеспечила их в детдоме. Столько она претерпела, ужас. Покушений, сколько на нее было. Так, ты сейчас уходишь, Виталий? Все. Мы тебя увидим только вечером. Так и скажи, обед, сказали обедать здесь. Она очень добрая женщина, она заплатит хорошо и все. Там оттуда надо вынести куда-то с поля. Я даже не поеду туда. Носить не могу. Так, вас сколько остается? А трое. Вынести, сдвинуть, распилить, как угодно. А которые мои, вот эти, длинные жерди, я сейчас пойду договориться с трактором. Если терентий был бы, вывезти оттуда. И вывезти их где? Здесь дрова свалим, а другое... Здесь же их ошкурим, а потом увезем куда надо. Вывезти сюда. Вот такая утренняя разнарядка. Давай. И вот эта женщина, она сахара, говорит, нету. Я, говорю, рассказывал, разгружаем. А грузчики, говорят, привезли от нее флягу одну. Я говорю, да какая фляга, с чем она? А она с пломбой стоит. Запломбирована. Мед. 48 литров. Вторая фляга, третья, четвертая. Четыре фляги. Я говорю, да это ошиблись, наверное, не ошиблись. Это она вам послала. Четыре фляги. Ну, я сразу поставил, одну вскрыл, там, члены общины разобрали, там, другую, там, отдал здесь, на поездки. Но сейчас маленько наскребли. Вот оно. Это бог делает так, но она, она любит это. Когда ничего у человека нет, он полностью полагается на бога. Подожди, течет мимо. Залежи. Вот здесь вот. Иначе все это на банку пойдет. Мне кто помогал, я в прошлом году, в эту зиму прошедшую, директора разных заводов, всех нашел и всем подарил книги. В долгу не хотел остаться. Я говорю, я несказанно разбогател. Не было даже на новогодние подарки, давали ребятишкам, ничего не было. Сейчас мы ни в чем не нуждаемся. Ну и я разбогател больше всех книги. Зашли к одному директору, ну могу даже называть их, директор зеркальной фабрики, Геннадий Иванович. Он вытаскивает шубу, новая шуба, там хромированная. Никита, где она эта шуба? На Ползунова. Ага. То есть она к Никите перешла. Я ему принес, конечно, книги, все, но он дал обратно больше. Директор РТИ, вот эти лодки, шланги, это все он давал. Вот эти под ногами у нас, ну, резиновые, лежат, как сказать, я даже не знаю, как назвать. Коврики. Коврики, может быть. Большие очень тут, по два метра длиною. Хромов Анатолий Петрович, патриот настоящий. Как-то один раз я у него был, и вот эти вот, которые с зеленью, там внутри уже баков большие мы делали, спецзаказ он выполнял, но они для военной промышленности работали, там спасательное все такое. Я ему похвалился, я говорю, лодки, он четыре лодки подарил. Я говорю, ну мы даем кататься только в воскресенье, бережем. Он как сразу в лице изменился на меня, да вы что делаете? Да давайте, пусть каждый день порвут. Ну порвут новые дам. Это же ребятишки, гляжу, а гневался на меня, полез в сейф, вытаскивает денег, мне дал сколько тысяч, и шоколадками сумку набил, а то чтобы ребятишкам отдали. Понимаешь? Не просишь ничего, а то он живой, и нынче я у него был, он не знал куда усадить. Я ему даю книги, он деньги. Я говорю, я дарю за прошлое. Нет, а сам улыбка с лица не сходит. Не будешь брать деньги? Не возьму от тебя ничего. Пришлось брать. Кто ходил со мной? Володя, не ты? Сергей Павлович. Сергей фотографировал. И разные-разные коммерсанты, кто помогали нам, всех нашел и всем подарил. Одного не знал, как найти. Старый журнал лежит, поднимаю, смотрю, Игорь, да он тот самый, которого я ищу. Мы сразу разобрались, где он, Севастьян нашел и повез меня к ним. А у них дела не совсем хорошо. Так я ему книги подарил, когда-то, а то надо видеть просто, какое лицо у человека. Видимо, подарки-то им никто не дарит-то. Тем более, такие подарки. Вот положил задачу, найти. Надя там, эта, Дмуха, Савинсова, начала разыскивать всех, директоров мне подняли. А дальше, дальше, да. А Малицкого нашли? Малицкого Максима Станислава? Да, мы у него не были, я ему раньше дарил все. Все, что было у меня, у него есть. Помогал машинами, очень хороший человек, Максим. Станиславович, кажется. Вот куда не посмотришь, ничего не сделают одному. А вот друзья, братья, вот это дорогое, ценно. Ну что, вылазим? Давайте. Выкатываемся. Я вернусь, еще мне кружечки нальет. Вот у меня как. На крест половина аналоя, а здесь по столбушкам ровно. Все время на одном месте остановлюсь. Справа самый маленький мальчик, а слева маленькая девочка. Вот они ко мне идут. Ильгумен Тараси. Я не дождался. Вот она, спотыкается, пузырек мой. Давай. Вот они мои. У кого-то из них крестик сломался. У Сони или у Маши. У Маши. Хорошо крестится. Ты тоже перепутал. Нет, он говорит, крестик у нее сломался. Сломался? Да. Крестик я батюшке все отдал. Взять у него. И взять. Батюшка уехал. Сломался он у нее. Сломался. О, совсем нет. У батюшки крестики бронзовые. Он уехал уже, батюшка. Ну, раз уехал, значит, подождать надо будет. Где-то у меня целый кулек лежал крестиком. Я по 400 крестиков покупал, заключенным заносил. Господи, слава тебе. Дивна милость твоя. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Благостань всех помогающих нам. На врагов пролей милость твою. Вразуми их. И в судный день непоминимых безумия, что они делали против лагеря, против нас. Помилуй нас и благослови это место всех приезжающих и отъезжающих. Тебе слава за все, отец, сын и святой дух. Аминь. Так, я спрошу, сегодня пятница. Чем занимаются ребятишки? Ну, если есть, на огород пойдут. А? На огород. Так, сколько можете, работайте. Теперь, в Надежде Васильевне ходили, там какие товары, что разобрать. Что дает, бери. Сегодня есть, завтра нет. И там можно перешить, и платьишко, что угодно. Не отказывайтесь. Тем более, все это бесплатно. По славу Божьей. кто с этим отроком? С кем она? Ну, я говорю про Егора, чтобы по полу не таскай. Он их размотал. И она должна была скрутить, чтобы она скручена была. А так это, даже это сделали неправильно. Надежде Васильевне не забудьте. Она должна быть включена. Не забудьте к Надежде Васильевне холодильник занести. Ну, сходите. А мы идем сейчас по пути. Сейчас подниму, подниму, уберу. Я говорю о товарах больше за больше. Разобрать у них. Принесите свои сумки, сложите, оно все сгодится. Чихать платочек надо. Ты что делаешь? Платочек. Вот так вот. Оп. Ну, все. Спаси Христос, фаварамы накрывающим. Слава Богу. Да вот она какая у меня. Смотри, что делает. Вот они мои хорошие. Ну, во славу Божию. Поехали. Я хотела спросить, а у Вас есть остались такие большие? Они нужны всем детям. Такие зеленые. А какие они? Нет, а все такие. А посмотреть надо. Вот, дядя Володя. Она спрашивает для благовестия, какие там у нас есть брошюры. Вот здесь мальчик хотел тоже взять. Ну, спроси их, я все отдал. Вот чем дело. У меня много чего было. Что такое? Такая веселая. Ну, все, пошел я, Володя. Давай. Так, ребята, за дело. Поезжайте. Вы-то бревна достали, только ошкуренные самые длинные, а остальные? Длинные, которые не ошкуренные, все сюда перенести длинные. Не ошкуренные несите на эту сторону. Сейчас машина подойдет, а там нету. Не ошкуренные длинные все сюда перенести. Слышишь, Володя? Неошкуренные, длинные, которые для дела Перенеси на эту сторону, дров Я пошел за счет машины говорить Прям сразу же Все